Еще одно происшествие на воде. На Печоре провалился под лед и утонул снегоход. Пассажирка выкарабкалась, а вот водителя весь световой день искали спасатели. Василий Хатанзейский продолжит тему. Спасатели ведут поиски второго пострадавшего. Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 октября. Снегоход, двигаясь по реке, провалился под лед. Это уже второй несчастный случай за эту неделю. 29 октября в единую диспетчерскую службу поступил вызов. Человек находится на тонком льду реки. По оперативным данным, несчастный случай произошел с водителем и пассажиром снегохода. Один из них самостоятельно выбрался на лед и вызвал спасателей. Девушку сразу доставили в Ненецкую окружную больницу, где ей была оказана медицинская помощь. Сейчас продолжаются поиски второго гражданина, который управлял снегоходом «Буран». Пока поисковые работы ведутся, пока он не найден. Глубина очень большая, до 12 метров в данном месте. Предварительно провалился в полынью. По данному факту будут проведены проверки. Сотрудники МЧС, в свою очередь, рекомендуют не нарушать постановление о запрете выхода на лед. Обращаю внимание всех жителей округа, что на данный момент действует постановление главы города и главы муниципального заполярного района о запрете выхода и выезда на лед техники и людей. Если вы все-таки провалились под лед и оказались в воде, нужно следовать следующим инструкциям. Первое действие – не поддаваться панике. Стараться боком, закидывая одну ногу на лед, боком перекатиться на окрепший лед. Если не получается, значит, локтями ломать лед до достижения толщины, которая позволит выдержать вас. И перекатываясь, ни в коем случае не вставая на ноги, дальше продолжить движение ползком по льду к ближайшему берегу. Самое главное – не поддаваться панике. А лучше всего в первую очередь руководствоваться здравым смыслом и не рисковать своей жизнью. Не выходить на лед, а тем более использовать для передвижения по водным объектам транспортное средство, вопреки всем запретам. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.